Гули, гули, гули. Вот первый пестренький. Кормушка. Голову толкает, и все равно там попадает перо. Вот он, сейчас будет слетать. Считайте. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, вот третий дикарь, 14, 15, 16, 17, 18. 18. 19, 19, 20, 21, 21. Из вольера была, если бояться. Вон. 22. Вылазит все. 23. Это Тюменцев дал, из Тюменцев. Вот считайте сами. 23, там уходит в бой. 25, один залетел, 24. Вот еще один слетел, 25. Висящие кормушки. 3. Два тазика, 5. Вот это с бортиками в досках. 6. И кормушка двойная. 7, 8. 8 мест кормушки. Много съедают. Кабанигарь, барабаш, ничего бы не было. Ну, там еще сидит в гнезелье. Весь, к ней уже сразу пошли женихи. А тот-то стоит рядом. Что же делать-то? Открыл вольер. Я их там спасал. Вот они. Погнали ее. А что он сделает? Видишь, какие ухажеры. А это ее законный муж. Лохмоногий. Вот можете посчитать. Ну, в пределах почти 30. Вот два тазика. Водопой. Один и один. Сам выйдет, надо будет. Видишь, сдача, если он дает, тогда они его еще не сделают. Сегодня 10 сентября 2024 года. Вторник. Это Михаил Петрович Коряковцев сделал отличные кормушки. Они разбрасывают клювом далеко. А эти из барьера пришли, у них все полно. И однако уже здесь начали клевать. Муж рядом с ней. Все время дерутся. А тот залез там, вон, только, видать, перышки его. А этот прямо к нему идет, ищет. Вот он там спрятался. А это доска. Длинная, длинная доска. На этой доске и кормушка стоит. А этот подвешен на проволоку. А чтобы проволока не ударилась о проволоку, привязываю срезы. Вот она как висит, привязана. Все равно мыши попадают по проволоке, падают туда. Но за лето ни одно не видел. А тут воду закрывать приходится. Оставлять только, чтобы голову просунули с двух сторон. А это перед этим связаны, газеты не нужны. О, шагает как. Немножко поверну кольцо. Железная крышка, закрытая, придавленная камнями. Вот пьет воду. И туда почти не оправляются, они везде. А вот на ногах какая-то... Вот это вот поймать надо. Ноги проверить. Бывают где-то срезки от веревочек. Вот он выскочил. А тот лохмоноги выпустил его. Ага. Сразу к ней вернулся. Это специально... Дикари называются с улицы. Заманул их сюда. На улице нельзя выпускать. Есть триба, совы. И вот они здесь. И нет болящей этой вертляпки. Что голову заворачивают. Они что-то рассылают, какие-то флюиды. Я вот это стал делать такое. Ну на 30, на 10 примерно одного. Кормить приходится. И они такие другие гонят. Вот они три. Три собрались с дикарем вместе. Все. А это рядом за ней ходит муж с лохматой ноги. Породистые. Вот как они едят через решетку, через эти вот натянутые. И она не может никуда бросить зерно. Коричневых три. Белых примерно так, 13. Белые не целиком белые. Вот это вот целиком все белые. Их пришел. Все. Напился, пошел. Ася ширик, а он сразу купаться начинает. Голос мой знает. Уже они прячутся. Вот он какой черный. Скорее ешь. Дробленый мелкий, мелкодробленый горох. пшеница рядом пшеница другой бортик вот этот 2 голубь клюет этого вот это вверху черненький у него сам белый и хвост целиком белая не перышко черного не красного нет вот эти реки четыре ведра пшеницы в нее но очень пшеница прям хорошие хоть отходы а их тут вот сейчас я проведу можно то потом посмотреть у меня четыре бочки нет четыре бочки четыре четыре большие бочки просто большие этих 24 тюрюка умножь на четыре ведра вот так вот я туда провожу на вы посчитайте сами это мне ликеро-водочный там роберт робертович пальтальдер давал вот он а это туда навостряется выйти никого нету спрятался беленький выглядывает я голос подал он испугался не стал пить вот так прибитые бортики вот он прямо идут посередине этой доски и на доске на этой посредине стоят и кормушки настоящие я не знаю как я от детских лет на 1 5 лет с голубями стихотворение есть на музыку положено поют оса вылез совершенно белая из вольера вот они двое он ее охраняет непрерывно дерутся испугалась прятаться будет раз потерю залезла а здесь тренируются крыльями хлюпают а чё их выпускать на улице-то дожди идут каждый день ночью или днем урожай не могут убрать вот она опять вырезал все наелись за день также скрыли тут пшеницей насыпал сколько и гороху а там он там дальше вот это вот там голубка какая-то лазит видно голубого там песок и соль насыпаю соли иногда наступая вот я из шелуха и и сушишь и мелко доробиться мелкой мелкой им для образования своих яиц для скорлупы скорлупа в скорлупу вот вторая кормушка какая все можно сказать ладно вот стоном с такс тоскующим из-за миграции все это вышел долбец она уже отвыкла от этого он на нее нападает и долго она ему не мешает ничего такая это порода вот она это черно-белые пятна и она летать не может одна такая не знаю почему так не болеет ничего яйца где-то теряют не в гнезде все коричневый сидит рядом белая там второй коричневый не знаю коричневых всего кажется три вот он там сидит близко нельзя приближают на аппарате он сразу туманит и туманной вот выпустил счета обошлось тихо вот он далеко уже от жены больше метра она ни на кого не смотрит ей нравится здесь горох вот она сидит то что я голос подаю пугает я обычно за последним столбом а здесь всегда стоял и они меня не видят рядом около ног ходят а раньше были так где открикнутые-ка они летят на руки садятся из-под облаков опустятся а какая гуля 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 все все этот дом строили калашниковы уехали петр и григорьевич сарство ему небесное погиб при копке колодца голубь к нему он не знает что это мой мужской пол он он что у меня не получается вот он опять рядом с женой со своей вольер никто не заходит почему-то вот как вылетел оттуда и оттуда же сезарь вылазит вот они тоже сезарь Вот еще один или тот же под тюриками там сидит, то ли боится, то ли еще. Спасибо.